Во имя Отца и Сына и Святого Духа. После наступления праздника Пятидесятницы церковный календарь сменяет чтение Евангелия Иоанна на Матфея. И буквально с первых дней после Пятидесятницы читается Нагорная проповедь, известная с пятой главы и дальше. Потому что более ранние, описанные в Евангелии события касаются Рождества, Крещения Господня. Они в свое время и читаются. А вот действительно Нагорная проповедь после праздника Троицы самое подходящее, наверное, время для размышлений и пропускания через себя этих слов. Тем более, что все рекомендации Нагорной проповеди касаются общины учеников Христовых. Не первых попавшихся людей, конечно, а общины учеников Христовых. И имеют они в виду отношения между учениками Христовыми. Вот это очень важно понимать. И тогда многое становится ясным в этих разных рекомендациях. Ну, например, просящему у тебя дай, и от хотящего занятия у тебя не отвращайся. Ну, если просто голо читать эту рекомендацию и применять ее как попало в нашей жизни, мы понимаем, что это может привести к какому-то саморазрушению. И вообще в мире много мошенников разных, которые наживаются именно на наивности людей и пользуются этой наивностью и добротой, и всем прочим. Тут надо, наоборот, быть бдительным в отношении, скажем так, внешнего мира. А вот что касается общины учеников Христовых, да, вот такие отношения должны быть. Если кто у тебя просит, давай безотказно. То же самое. Вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворить ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас. Да, во-первых, где сказано «ненавидь врага твоего»? Вопрос очень интересный. Если мы внимательно читаем книги Ветхого Завета, там такого нигде не сказано, буквально. Вот нет призыва «ненавидь врага твоего». Есть призыв «люби ближнего твоего», как самого себя. Да, это есть. Книга львит. А вот призыва «ненавидь врага твоего» нету нигде, в буквальном смысле. Тогда что мог иметь в виду Иисус? Есть одно из таких предположений, что в книге Псалты действительно можно встретить многие такие вещи, когда псалмопевец призывает некое отмщение Бога. Богу отомсти врагам за меня, скажем так. Воздай им то, что они должны получить. Или же, например, конкретное место, 138-й Псалом. Там есть такие строки конечных стихов. «О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого, удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против тебя нечестиво, суетно замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя Господи и не взгнушаться восстающими на тебя? Полную ненавистью ненавижу их. Враги они мне». Ну а дальше заключение. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Вот 138-й Псалом. Повторяю, автор Псалма как бы из чувства справедливости, из чувства того, что как бы зло должно быть наказано в этом мире, он вот и говорит такие слова. «Мне ли не возненавидят тех, кто ненавидит тебя Господи? Они мне враги». Вот, очевидно, Иисус действительно предлагает по-другому чувствовать и поступать, скажем так. Ну, с чувствами нашими мы не всегда, конечно, можем быть хозяевами своих чувств, или, скажем так, отслеживать и отвергать то, что мы чувствуем. Но, по крайней мере, вот ориентир он дает другой. Действительно, скорее, благословляйте проклинающих вас, или, скажем так, вот врагов ваших, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вот это нам, скажем так, может быть доступно хотя бы на уровне сознания и на уровне произволения, если мы молимся. Мы действительно призваны молиться не только за наших друзей, кого мы любим, но и за тех, кто нас не любит, и за тех, с кем нам, может быть, быть неприятно. Можем ли мы их возлюбить так, как мы любим своих родных и близких, дорогих? Нет, конечно. Конечно, мы так с точности их возлюбить никогда не сможем, может быть. И, наверное, это тоже проблема, с которой сталкивается каждый христианин, а как же их не возлюбить? Вот Иисус показывает такой пример. Вот как солнце сияет на всех безразличия, или как дождь посылает свою влагу тоже на всех безразличия, на правильных и неправильных, вот так вы попробуете молиться о ваших врагах и относиться к ним. Да, эта любовь не такая, как, скажем, дружеская любовь. Это любовь более обезличенная, отстраненная, какую Бог посылает всех на всем благо, в том числе на его врагов. Это немножко отстраненная любовь, повторяю. Такой любовью, как мы любим дорогих наших родственников или друзей, это личная любовь. Да, такой любовью мы, пожалуй, не сможем возлюбить наших врагов и недоброжелателей, и вообще злых людей. Но вот нежелательным ответного зла, вот эта любовь такая, определенная доля этой любви, вот, пожалуй, действительно, Иисус предлагает исполниться. А возлюбить так, как, повторяю, мы любим родных и близких, такой любовью возлюбить врагов наших не получится. Ну и, наверное, Иисус и не требует с нас этого. То есть, здесь важно какое-то рассуждение, дар рассуждения и, действительно, понимание, когда, как и с кем поступать. Но помогает, конечно, в этом, опять же, не наши природные человеческие силы, а жизнь в Духе Святом. Только Дух Святой может и надставить нас на всякую истину и подсказать, в какой момент, как лучше поступить. В том числе с теми, кто нас ненавидит. Как их, ну, отблагодарить? Какое благодеяние им и сделать? В какой степени? Такой подход необходим каждый раз. И нет, повторяю, единой какой-то модели. Нет единого рецепта. И не будет его никогда. В каждый момент нашей жизни может быть свое какое-то решение. Ну, и мы грешники в том числе потому, что мы промахиваемся. Грех, греческое слово «амартия» означает промах. Одно из значений этого слова. И в этом смысле мы грешим просто потому, что не понимаем воли Божией, не понимаем собственного момента, от собственного времени, когда лучше вступать, в том числе в Духе Святом. И потому вот такой вот парадокс в нашей жизни. Почему с наступлением праздника Пятидесятницы нам церковь предлагает молиться «Приди, Дух Святой, и вселись в нас». Ведь он уже пришел, ведь ученики уже в Духе Святом. Значит, наоборот, надо перестать молиться. Получается. А мы, наоборот, молимся усиленно. «Приди, вселись в нас». Ну, думается, здесь момент именно покаянный из-за знания того, что мы часто промахиваемся, если хотим быть учениками Христовыми, но не получается у нас, и не получится своими силами только как-то вот пытаться реализовать все, что Христос нам предлагает, в том числе любить врагов наших. Вместо этого даже мы видим вокруг нас вроде люди и христиане, как бы, и в церковь входят, а иной раз так ненавидят друг друга и своих врагов ненавидят. И потому получается, что вот результат такой войны наиболее многочисленные и кровопролитные почему-то совершались в странах именно христианской традиции, христианского вероисповедания. Что Первая мировая, что Вторая мировая, что, наконец, нынешняя. Вот. Вот такой парадокс. Наверное, еще и потому, что есть христиане, которые жажду правды, ну и на этих путях правды, конечно, ошибаются, что есть правды, где она, и где есть ложь, где есть правда, потому что часто и то, и другое перепутано, спутано. А разобрать этот узел, клубок противоречий, не очень легко и даже совсем нелегко. И поэтому вот легче следить за какими-то внешними авторитетами, которые что-то там говорят, к чему-то призывают, и, наверное, довериться им. А они тоже могут ошибаться. Ну и вот так получается, что тоже хотим вроде как лучше, а получаем вражду и, в общем, все, что как всегда. Вот. Действительно, в кризисе и мир, и церкви разные христианские, не важно даже, какого вероисповедания, и мир выдворить скоро мы не сможем, но всякие войны начинаются внутри каждого, в головах каждого, в голове каждого. Вот, наверное, когда кончатся эти войны в головах многих христиан, тогда наступит, очевидно, скорее тот самый желаемый мир. Главное, чтобы внутри нас действительно было, ну, если не любовь так, как к друзьям своим, но сочувствие, милость к тем, кто против нас, не желание им ответного зла, не какие-то проклятия, а жалость, любовь начинается с жалости. Вот. К тем, повторяю, кто против нас, кто желает нам зла. Пожалеть и ничего ответного им не желать. Итак, вывод из этого отрывка «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Опять же, что такое совершенство? В чем оно? Если Отец наш совершенный, мы никогда не будем такими совершенными, как Отец. Это невозможно. Быть таким, как Бог. Но Иисус имеет в виду что? Вот, опять же, возвращаемся к примеру. Как Отец, как Бог посылает дождь на праведных и неправедных, как Он дает всем тепло, свет, вот так вы пытаетесь так же ровно относиться в этом смысле и к врагам вашим. Желаю им, скорее, блага, как вы себе хотите желать, и своим друзьям. Но это не значит, что мы в точности будем относиться к ним, повторяю, так же, как к своим друзьям. Отношения, чувства – это другая область. А вот некая позиция выбранная – это вот то, что имеет в виду Иисус. Будьте под совершенством, здесь имеется в виду, будьте зрелыми, будьте завершенными, законченными, так сказать, духовно, в смысле, духовно зрелыми. Духовная завершенность, вот что значит совершенство, и в греческом языке, и, кстати, и в славянском, и русском. Совершенство означает завершенность, законченность – зрелость. В этом смысле, мы, как христиане, призваны идти вот к этой зрелости духовной. Аминь.